Кхе-кхе-кхе А с вами Казуко Фэмили, дружочек Полный вперёд Так Я не сохранился в двух местах В каких? В нормальных местах не сохранился Так Нам нужно делать визитку Ага Резак для бумаги Так, отлично Как-то соединить Чего? Я об этом можно вытащить? В смысле? Резак для бумаги Так, подожди-ка Это я уже понял Как это теперь? Ланилат? Ланилат? Зачем весь Теперь Валим в клубешник Тац Я не думаю, что долго осталось играть Поэтому Думаю, может, за сегодня уже и закончим То есть, скорее всего Эта серия уже будет Финальной Квартал красных фонарей Ага Тоже красиво По факту Краснолочек Плохая мысль Он меня не пустит Пока я не покажу ему пропуск Да не кричит Да ты интеллигент В моей памяти Ты найдешь источник страдания Ого Название Идеальная любовь Идеальная Эта картина называется В горе и в радости Три Пять Берегай себе тут мест Называется Черная свадьба Ну, кстати, заметьте Колпак Как у убийцы Маска Довольно-таки Красивенько Так Что, тут нифига нету Больше этих Смотрится уютно По факту Ага Картина называется Напоминание Ого Вот так Напоминание Ну, что, все, что ли? Подожди Серебряная маска С какой стены? Ааа Вот С какой стены? Попробуем открыть дверь Четыреста двадцать три Шестьсот пятнадцать Четыреста Двадцать три Шестьсот В смысле? Один Два Три Четыре Пять Ух ты, е-мое Красиво Красиво Все выглядит Однако Здесь написано Я королева тайн Дай мне то, чего я более всего желаю Маску Здесь написано Я госпожа боли Дай мне то, чего я более всего желаю Блин, а я яблоко У меня нету Блин, яблоко У это надо забрать Какво В кампусе Твою мать Стоп или нет Блин Я вот не пойму Остаток яблока Где брать Я его Можно, интересно, к ней? Мии там нет Отстой Ха Значит, едем в галерею Так Мия, ты знаешь, как работают статуи? На каждую статую нужно подействовать своим предметом Мой – это яблоко Одна половинка лежит в комнате со статуями Вторая у меня дома Можешь дать мне ключ от своей квартиры? Конечно Так Мия, Мия, Мия Мия, Мия, Мия Мия, Мия Что-то это нам ничего не скажет. Так что, Калар это он? К сожалению, нет. Вот чёрт! Здравствуйте, Клэр. Здравствуй, деточка. Что случилось, деточка? Ты белее аспирина. Честно говоря, я на грани. Так, Клэр начинает волноваться. Рассказывай, деточка. Я читала дневник моего деда. Вернее, это не дневник, скорее заметки по одному расследованию. В общем, это дело, над которым он работал в Праге. Местные проститутки наняли его, чтобы он нашёл и арестовал серийного убийцу. Дедушка взялся сделать это бесплатно. В двух словах, убийство в Праге напоминают те, что мы сейчас расследуем. У меня неприятное ощущение, что убийца знает историю моей семьи и плющит мне мозги. Ты полагаешь, убийца узнал про расследование твоего деда в Праге и теперь копирует почерк того убийцы? В общем и целом, да. Чёрт-те что, если убийца знает о расследовании твоего деда, почему бы ему не заявить об этом открыто? Что вы хотите сказать? Почему бы ему не ткнуть тебя носом? Продемонстрировать всё чётко и ясно. Он и тычет. Это я не понимаю, на что он пытается указать. Надпись «Потревоженное убежище», а теперь вот эта «Прощённая грешница». Он именно тычет меня носом. До меня просто никак не дойдёт. Что всё это значит? Ты дочитала воспоминания? Нет, но обязательно дочитаю. Только сначала мне надо кое-что сделать. Теория неплохая, но сначала тебе надо дочитать дневник. Что вы мне можете про неё рассказать? Её задушили. Взгляни на ссадины на шее. Как и у жертв 4 и 5, у неё вспорут живот. Скорее всего, раны снова нанесены посмертно. Но на этот раз он кое в чём повёл себя совершенно по-новому. В чём же? Часть её внутренности он положил в банки с краской. Я заметила, что кое-чего не хватает и заглянула в одну из банок. За все годы службы не видела ничего более нелепого. Думаешь, их двое, и они работают вместе? Нет, не думаю. Обычно серийные убийцы вдвоём не работают. Я помню всего два таких дела. Хиллсайдские душители и Лукас и Тул. Нет, тут работал один человек. Он изменил почерк, подражая кому-то. Первых трёх он избил и утопил в воде. На четвёртой жертве убийца начал их уродовать, вспарывая живот, но причиной смерти оставалось утопление. Пятая жертва укладывается в схему. Есть ещё что-нибудь? Нет, деточка, с этой трудно идёт из-за этой чёртовой краски. Я всё тебе потом расскажу. Хорошо. Ты ничего не забирала с места преступления? Эм, нет. С чего бы это? Ну ладно, Виктория. Я же знаю, ты всегда стараешься облегчить себе жизнь. Особенно если попадаешь на место преступления раньше меня. Ты что, думаешь, я забыла, что ты устроила тогда в Миссисипи? Нет, как я могла подумать, что вы можете что-то забыть. Да, в левой руке жертвы была фотография. И ещё я взяла её пропуск на работу. Ах, да, и ещё я нашла серебряную розу, вон там, под лифтом. Так вот почему я ничего не нашла. Виктория, пожалуйста, больше никогда так не делай. Или делай, но говори мне, прежде чем опять убежишь, бог знает куда. Договорились? Договорились. Спасибо за то, что рассказали, Клэр. Чем могу? С этого хотя бы можно начать. Хм. Так. Ладненько. Так. Варим тогда в Кампус. Так, Кампус. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МИИ там нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот часть яблок. Чего? Маятник Фуко. Отличная книга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ 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 МУЗЫКА 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 Мия, сможешь ответить на несколько вопросов? Конечно Скажи, это твоя фотография? Да, моя Когда и где был сделан этот кадр? Я не помню, чтобы кто-то снимал меня на этой вечеринке Это был рейв на каком-то заброшенном складе, я не помню С месяц назад Кто был с тобой? Я... я была с... Прости, Мия, с тобой была Стефани? Да Как ты познакомилась со Стефани? На работе Значит, ты, Синтия и Стефани, вы все работали в клубе? Да А кто четвертая девушка? Я не знаю, как ее зовут по-настоящему Ее называли Королевой Тайн Было такое правило, никогда не давать своего настоящего имени Ни клиентам, ни сотрудникам Только я, Стеф и Синтия его не соблюдали Мы часто тусовались вместе, мы очень подружились, но она это правило уважала и никогда с нами не общалась Ты была девой соблазна? Да Стеф была бронессой крови, а Синтия госпожой боли Что происходило в этом клубе? Ну, Королева Тайн принимала гостей в комнате со статуями Клиенты переодевались А, ну и все вроде нормально Переодевались? Да Они надевали викторианские плащи и цилиндры, и они были в масках В масках? Да По правилам мы не должны были знать, кто они такие на самом деле Эти мужчины явно были богатые и влиятельны Все было для того, чтобы лишить нас, девушек, шанса шантажировать клиентов К тому же, так они могли получить новый опыт, играя разные роли Они были уверены, что мы их не знаем, и так им было легче расслабиться Деньги они платили просто безумные Спасибо, Мия, я хочу, чтобы ты пока оставалась с Ричардом У меня могут появиться новые вопросы С тобой все в порядке? Нет проблем Да Сейчас я подойду, ребят Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Так Мы вернулись Это получается нам с этим сейчас говорить Говнюком Ричардом Ричард, блять Вот так Ричард Так Ты будешь с ним говорить или как? У тебя есть еще какая-нибудь информация о Марке Аккермане? Все, что у меня есть, это книга, которую выпустил факультет изящных искусств Могу я взглянуть? Конечно, милая, она лежит на стенде в центре экспозиции Откуда такое вдруг интерес? Это имеет отношение к моему делу Да? Как это? Убийца оставил на месте двух преступлений послание Надписи на стене, потревоженное убежище и прощенная грешница До сих пор я не знала, что они значат Ты хочешь сказать, что убийца знает о Марке Аккермане? Да Маловероятно Аккерман совсем неизвестен Здесь он впервые будет представлен публике Поэтому тебе придется дать мне полный список тех, кто продал вам картины И список людей с факультета изящных искусств, причастных к этому проекту Можешь это сделать? Да, конечно Но на это потребуется время Спасибо Увидимся позже Ладно Я тогда займусь списком Какой-то он злой Это зараза, блин Центр экспозиции Это что получается? Здесь, что ли? Э А, в натуре Так Так В офис Так, а как перевести? Подожди-ка А, имеется ввиду Вот как Так Ахан Ахан Где салмемыста? Ахан Ладненько. Едем тогда в контору. Так, один из контора. Огнетушитель. Так, один из контора. Клэр, что вы здесь делаете? Почему мне кажется, что я тебя застукала за чем-то нехорошим? Я пришла взять бланки протоколов. Я там внизу вся в делах, а ты тут нате. Клэр, какой у вас уровень доступа? Второй. О нет, только не говори, что ты под моим именем пыталась найти какие-то файлы. Да нет, я их нашла, только доступ получить не могу. Четвертый уровень доступа. Ух, как я хочу их почитать. Не хочешь ли ты сказать, что нашла зацепку? Ну да, возможно, нашла. Но я сейчас не буду все рассказывать. Меня учили не рассказывать детали, пока на руках не будет всех фактов. Да ну. И какой идиот тебя этому учил? Вы в Квонтика. Помните? Да, помню. Мне правда очень нужно добраться до этих файлов. Уровень доступа 4, значит? Я знаю одного человека с таким уровнем. Это тот. Так, этого разговора не было, и я никогда тебе не советовала покопаться в его компьютере, вместо того, чтобы создавать проблемы мне. Так. Виктория. Ох, если вы называете меня Викторией, значит дело серьезное. Я знаю, что ты любишь срезать углы. Но зачем делать такое, что может вполне реально стоить тебе работы? Потому что я чувствую себя ответственной за смерть Стефани. А это еще почему? Когда я загнала убийцу на крышу, я могла его снять. Она не сняла. Почему? Рука не поднялась. Я знаю, это бывает. Даже с лучшими из лучших. Извините, но вы меня утешаете, как будто я мужик, у которого не встала. Виктория, я серьезно. Рука не поднялась. В каком-то смысле. Я висела, вцепившись руками в крышу. Виктория, я ушам своим не верю. Это никуда не годится, и ты сама это знаешь. Что стало бы с делом? Сорвись ты с крышей и разбейся насмерть. Спасибо, что объяснили. Кстати, этого разговора не было. Лучше бы этого разговора и правды не было. Ладно, не волнуйся. Удачи тебе, деточка. Когда у тебя будут все нужные факты, не забудь про меня. Поделись. Конечно, поделюсь. Спасибо, что вы есть. Так, теперь нужно поговорить с уборщиком. У него же тоже, наверное, ключи есть к чему-то. Можно я возьму эти ключи? На минутку. Только через мой труп, сеньорита. Салфетку. Мне это не нужно. Ага. И пусть этим уборщик занимается, да? Чтобы стыклить ключи. Отвлекающий маневр. Так. Извините, но я там насвинячила возле кофеварки. Мадре диос! Эта машина такая тупая! Как все легко и просто. Так. Отвертка. И ключи. А, ну дальше еще кабинет этого директора. Кабинет начальника. Разумеется, заперт. Так, валим. Мне это не нужно. Черт, тут нужен пароль. Придется идти вниз, прямо в архив. Угу. Т-экс. Сажигай, а что тут? Электрошок. Угу. Сканер отпечатков пальцев. Мне нужно найти отпечаток Тодда. Угу. Так, ну это мы уже знаем, как делать. Как снять уже отпечатки. Так. Кружка. Пока кисточка не поможет. Не получится. Перестань. Так, так, так. Угу. Так, ну вот это. Отличные отпечатки. Так, это хорошо. Что отличные отпечатки. Отличные отпечатки. Все уже работает. Так. Отлично. Ключ, кассеты. Значит, просто варим, да? Угу. Так. Так, Б3. Отлично. Отлично. Так, этот что ли? Отвертка. Угу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Чё, и там открутить, что ли, номер? Точно Субтитры сделал DimaTorzok 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 Отлично Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, значит, идём обратно в комнату Сначала нужно активировать робота Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, ждем. Блин, быстрей. Так, подожди-ка. Ага, вот он как идет. Вправо. Да быстрей! Так, это куда-то идет. Ага. 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 Бля... Да ёб твою же мать! Ёбаный в рот. Сначала нужно активировать робота. Бля, как это проходить? Реально полный пиздец. Ёбаный в рот. Какая же это головоломка, блядь. Нуу. Блядь. Быстрей. Да, блядь. Быстрей. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пиздец душная хуйня Субтитры сделал DimaTorzok Так, раз Да давай, блядь Так, на линии не должно быть, да? Так, раз, два, три Иди, блядь, 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 быстрей! Чего? Далее, по какому он кругу идет? Раз, 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 раз! Сюда, 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 сюда! М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м Блядь, быстрей! Мамать, сюда, 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 сюда. Сюда, 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 сюда. Да, блядь, в смысле? Вы чё, блядь, издеваетесь? Как мне это всё выполнять, блядь? Сначала нужно активировать робота. Блядь, как это выполнять? Блядь, ебать, это жёсткая залупа, а? С этими ебучими, блядь, лазерами, блядь. Да давай быстрей, блядь, топай. Блин, нахуй отсюда. Блядь, быстрей! Нет, не сюда. Нет, не сюда. Нет, не сюда. Нет, не сюда. Знаете, я обозрения? Нет, не сюда. Нет, не сюда. Просто нужно с негоWait. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Раз, 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 раз Да ёбаный рот Как эту залупу выполнять, блядь, как? Как это выполнять, блядь, объясните мне, пожалуйста, ёбаный в рот Не больше одного за раз Какая же это хуйня, а? Чего? Блядь, а вы могли предупредить? Предупредить, нет? Да ёбаный в рот Ну давай, с ёбыся Что я на этот раз сделал не так? Вопрос Это какой-то пиздец просто Пиздец просто Просто пиздец Какой-то 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 Вопрос Ого Квадstoff Квадр 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 Продолжение следует... 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 Сейчас мне резак не нужен. Не нужен? Нахрен я сюда тогда пошёл. Раз тебя... Понятно. Так, верни-ка, не сюда. Ага. Подожди кнопку глаза. Тут какой-то бугор. Нужно найти что-нибудь острое, чтобы туда добраться, не повредив картину. Ага. 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 Продолжение следует... Так, подожди-ка. А, мы картины просто не сняли. Ладненько. Моя жизнь превратилась в кошмар. Страдания Иды наконец окончились. Зато мои только очинялись. Я шел по улицам, ослепший от горя. Почему я не смог ее защитить? Что было бы с ней, не возьмись я за это дело. Нежный голос Милены вернул меня к реальности. Она сказала, что нам нужно спрятаться, поскольку полиция без сомнения ищет меня. Безопаснее всего было убежище в Ладан. Но мы не могли там оставаться. У каждого из нас были свои причины покинуть Прагу. Что до меня, то я хотел поквитаться с этим подонком. Мы уплыли из Праги на лодке, и какие-то друзья Романа помогли нам добраться до другого города. Оттуда мы на поезде отправились во Францию, в Кавр. Мы купили четыре билета до Нью-Йорка. Я вернулся не в ту Америку, из которой уезжал. Нищета достигла самой высокой за всю историю отметки, а экономика – самой низкой. Мы кое-как устроились, воспользовавшись моими старыми связями. А потом я получил по почте вот это. В одной из статей рассказывалось о серии убийств в Чикаго. Таких же, как те убийства в Праге. Я связался с полицией Чикаго, но им было нужно больше доказательств. И все же того, что я рассказал, оказалось достаточным для того, чтобы допросить Херверта Аккермана. Он ответил предложением, от которого те не смогли отказаться. Деньги. Много денег. Имя Аккермана осталось незапятнанным, но его принудили сдать Марко в клинику. Боясь, что меня обвинят в этих убийствах, я пробрался в контору и выкрал все документы, которые могли бы меня защитить. Я нашел добровольное признание за подписью Аккермана, в котором он рассказал историю жизни своего сына. Теперь этот ублюдок в психушке, где ему и место. До меня доходили слухи, что они переехали назад. Спустя несколько лет полицейский из Лос-Анджелеса связался со мной, чтобы обсудить одно дело. Загадочные убийства. Жертвами были проститутки. Дела сильно изуродованы. Я отправил ему все материалы, которые мог, но предупредил, что сам я к этому делу и близко не подойду. Я не собирался жертвовать еще одним любимым человеком. Мы с Миленой поженились и осели в Чикаго. Я вернулся к обычным своим делам. Пропавшие без вести, неверные мужья. И был этому очень рад. Угу. Пропавшие без вести, неверные мужья. Так. Алло. Привет, деточка. Это я. Что случилось? Я подняла трубку на твоем телефоне. Он, проклятый, просто обзвонился. В общем, это звонил парень. По имени Вацлав что-то там. Он был в легкой истерике. Сказал, что слышал крики и какой-то шум из соседней квартиры. Я решила, что это может быть важно и что ты можешь быть в курсе, о чем идет речь. Да, я в курсе, спасибо. Я проверю. Ах, да. Ты нашла что-нибудь в файлах, до которых пыталась добраться? Да, но новости не такие потрясающие, как я рассчитывала. Но зато у меня есть новая зацепка. Думаю, мне стоит слетать в Лос-Анджелес. Лос-Анджелес? Почему Лос-Анджелес? Долго рассказывать. Я все объясню, как только представится возможность. Надеюсь, до твоего отъезда? Я постараюсь. Все равно мне еще надо посмотреть, что творится в кампусе. Хорошо, деточка. Будь осторожна. Я всегда осторожна. Пока. Пока. Было бы все так просто. Так. Кампус, кампус, кампус. Субтитры сделал DimaTorzok. Я все равно не понимаю. Я все равно не понимаю. Кампус, кампус, кампус. Межим. Межим. Мия? Мия? Водиму! Мия! Водиму! Водиму! Служба спасения 911. Что случилось? Специальный агент Виктория Макферсон. Мне нужна поддержка. Да, мадам. Пожалуйста, назовите меня, где вы находитесь. Я в университете. Я… М-да. Ох… Мамочки. Это хуже любого похмелья. Мии здесь нет. Значит, есть шанс, что она еще жива. Колор этого не делал. Ага. Это сумочка Мии. Может пригодиться. Куда он забрал Мию? Думай, Вик. Думай, думай. И его послание. Конечно, картины! Погнали. Валим. В картину в галерею, значит, да? Уже конец. Считай. Да... Да... Валим, в картину в галерею. Да... Тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Э… Подожди, а… Так, значит, всю экспозицию пройдем. Когда что у нас за экспозиция? Эту убийца уже воспроизвел. Четвертая жертва, Натали Кенверт. Ее нашли в коллекторе. Ага, канализация, не то. Эту картину убийца уже повторил. Бедная Стефани. Так, подожди-ка. Не получится. Ричард унес ключи. Не думаю, что наш убийца полетел на самолете в Прагу. Здесь изображено убийство. И наш преступник этой картиной еще не воспользовался. Это, вероятно, Франтишка. Пятая жертва, обнаруженная под мостом. Под мостом. В ней можно узнать убитую Аполлину. Этим портретом убийца не воспользовался. Этот красный плащ плавал в воде рядом с ней. Шедевр Акермана, как он сказал однажды моему деду. Я не думаю, что наш убийца успел зайти так далеко в своих извращенных, безумных играх. Потревоженное убежище. Это мы уже видели. Синтия Вудс. Наша пятая жертва. Пятая жертва. Еще одна работа Чикагского периода. Скорее всего, действие происходит в Гавани. Угу. Чикаго, Гавань. Это доктор и медсестра. Стоп, подожди-ка. Еще одна работа Лос-Анджелесской серии. Ничто в ней не указывает мне на Чикаго. Лос-Анджелес. Судя по всему, дедушка был прав. Возможно, у Акермана на воле был подельник. Это я и постараюсь выяснить, когда полечу туда. Куда ты там полететь собираешься? Так. Ладно. Так, мост осмотри. Я могу воспользоваться компьютером Ричарда, чтобы найти это место. Давай. Так. Набираем. Подожди. Не понял ни хера. А почему у меня не высвечивается мост. Эту убийца уже... Так, подожди-ка. Эту картину... Подожди-ка, это не то. Подожди-ка, Прага, это Прага. Здесь изображено убийство. Это, наверное, Карлов мост. Наконец-то. Так. Так. Что? Угу. Давай. Так, что там отмечать надо? И... Для поиска. Так, уменьшенная копия Карлова моста в Праге. Теперь будет назван... Томиновый мост. Отлично. Так, сохранимся перед... Горится перед финалом, да? Так, а что там у нас ещё есть? Отчёты. А, вот. А, это урок. Глава 7. Ага. Глаза не лезут. Глава 7. Глава 7. В�пинги. Глава 7. Погнали, что. Погнали, что. Погнали, что. Погнали, что. Специально, потому что во второй части раскрывается личность убийцы, кого же застрелила Виктория Макферсон в первой части. Вот только из-за этого момента, из-за личности убийцы во второй части закончится основная история про убийцу вот этого. И там начнется новый убийца во второй части, они все намешали и с первой частью, и со второй. Короче, хитро сделали гады, но, короче, разберемся. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Титры, конечно, не пропускаются, но... Как говорится, ну что поделать, мы решаем, когда закончится титул. Ну, уже почти всё. Хотя бы, как говорится, так. Тестеры тут у нас показаны. Ага, вот и показан тот самый этот компакт. Компачок. Приключения в режиме онлайн. Ага. Алло. Привет, деточка. Мне сказали, что ты выписалась из больницы. Как ты? Порядки. Они нашли тело? Пока нет. Они шарят по двухограмме и ещё там подала. Ну, чёрт. Я понимаю, по кого тебе. Я взяла билет до Лос-Анджелеса. Ты всё ещё думаешь, что найдёшь ответ там? Тестер. Всё кончено? Для меня нет. Клэр, я не могу вас больше задерживать. Мне надо отдохнуть. Хорошо. Я заскочу попозже. Посмотрю как. Ладно. Пока. Ладно. Угу. Угу. Стилай. Да. Мы убийцу так и не нашли. Но мы его подстрелили. Вот В чём получается суть Суть всего Первая часть игры Заканчивается на том Что мы Подстрелили убийцу И убийца ранен Вот А во второй части игры Мы уже Окончательно узнаем Личность убийцы Будет развязка И увидим Что будет во второй части игры Но Вторая часть игры Там новая история Другого убийцы уже Но она такая клишированная Вторая часть она Спорная То есть там всё так Банально, неинтересно Мрачная локация Элементы Выживания Ещё и на время Там вроде миссии Короче Вторая часть будет Не очень Вот Поэтому В принципе Вы хоть увидели Историю первой части Что она Подстрелила И ранила убийцу Успела По крайней мере Вот Поэтому В принципе Ну тут в принципе И так логично Как сказать Тут И даже если Кое-какие факты Сопоставить То можно даже Самому догадаться Кто Ну Вероятно Может быть Убийцей Вот этим Чуваком В колпаке Ну Я думаю Вы в принципе Сами могли догадаться Кто это Что это И как Но 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 Игра Первая Не закончена Всё сделано Для того Чтобы срубить Бабла И сделать Вторую часть Но во второй части Они сделали Не по Тому что Она будет Охотиться За убийцей И так далее Она будет Но Там такой кусочек Покажет Минут Не знаю На 20 А основная история Будет за другим Убийцей Который Ну не впечатляет Меня лично Не впечатлила Вторая часть Поэтому Вторая часть Будет самой Херовой Если Даже Её Записываете И так далее Но Может быть Мы разберёмся Вот Ну а всем В принципе Спасибо за внимание Вот мы и прошли Стилайв Всем до новых встреч С вами был Казоку Фэмили С вами был Денис Вот Так что Всем до новых встреч Не забывайте Про лайки Приглашать друзей Про колокольчик Чтобы не забывать Другие интересные Прохождения Ну а всем До новых встреч С вами был Казоку Всем Всего хорошего Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok